приветствую вас подписчики владимир хитлер на микрофоне у аппарата сегодняшняя тема очень интересная естественно когда у нас было неинтересная тема вот зажигаю благодатный огонь чувствую вы давно его не видели но я бы мог покажу в общем какая сегодня тема тема что делать если нет таланта знаете этот как же дальше что делать дальше а что будет дальше вдруг и опять такой же повторится и не хочу узнать во всех вот этих мыслях очень классно еще проживать чувственную сторону то есть затрагивать такой момент что делать дальше если ты допустим ничего не умеешь но обычно это не умеешь ничего это на свой лад воспринимается в сравнении с другими или же допустим что делать если у меня нет таланта вот допустим володька классно видео записывает он вообще талантливый там его жена тоже такая вообще молодчина там создает выдумывает на самом деле обесценивание знаете увидеть то как человек что-то делает допустим давайте возьмем не только нас вот допустим какого-то художника взять танцора взять актера взять и посмотреть на ваш жизнь вот так вот сходу знаете как как это клиповое мышление две секунды она у тебя таланте повезло все понятно это я то жертва вот но на самом деле за этим стоит действительно огромный труд вот записи моих видео тоже действительно очень много труда потому что идет взаимодействие с людьми люди очень интересные на самом деле разнообразные вот так вот скажу плюс записать видео плюс его знаете как-то провести в потоке без каких-то лишних там наслоение каких-то лишних фраз цитата и знать вот как душу вложите в это видео то есть ну кажется давно чё сел там какой-то чел там в майке там записывает там какие-то умные видео вообще приколись на я много книг прочитал на самом деле я сейчас вхожу в такое состояние что я вот вижу себя со стороны вот допустим я смотрю на экран где-то со стороны сидит человек рот открывает то есть ну можно да было бы сказать что это талант повезло всегда знал нет я тоже проходил через такие стадии как у меня нет таланта но на самом деле еще раньше это был у меня нет высшего образования о боже мой вот будет желание спросите вот я сделаю сноска на аккаунт моей жены сколько раз я это слово сказал где-то 12 эту фразу сказал мне нет высшего образования на самом деле это такая защитная реакция у меня чего-то нету и вот поэтому я вот сижу грущу и плачу вот как я дошел до того записи видео до консультации людей с собрания мероприятий занятий тем чем я занимаюсь я занимаюсь растительной медицины я занимаюсь духовными практиками то есть я не то что открыл поисковик и чем чем выгодно заниматься хотя до этого да когда я занимался в электронной коммерции я влазил в этом поисковике знаете вводите купить и там влазит холодильники бытовая техника вот это людям надо вот но тут ошибка в том что это то надо людям безусловно вам то может быть это и не надо тут важный вопрос обратить а что вам надо что вообще вы хотите сами и очень классно тут приходит такой ответ от людей я не знаю что я хочу мне нужна там гребная церемония мне нужно чтобы мозги вставил на самом деле это ну мне приятно что когда так пишут безусловно но тут еще такой момент что вам тоже необходимо осознавать что вы не жертва в этой ситуации то есть вот каждый человек который появился на этой земле он пришел сюда с талантом он пришел с какой-то своей сверх силой суперспособностью и она не всегда там тушить дома там есть настор беляши там за гаражами кто быстрее съест боже мой я представил это как за гаражами беляши есть а сейчас она в таиланде когда там супы а в этот в афганистане супы едят это из пакетов кульков целлофанов нас про вообще супы за гаражами пушка вот ну талант может быть разным не обязательно там знаете снимать программы спасать людей возможно у вас таланта что вы можете человека поддержать сложный момент да вы не практикуете вам кажется что вы там не духовный наставник потому что у вас нет там крутого пиджака какого-то бэкграунда какой-то интересной жизненной истории продюсера чтобы вас продюсировали но это продиктовывает эго эго гордыня страх там все вместе там ум сидит и руководит ему надо видеть эту всю игру наперед вот как она все будет фишка в том что вот нам показывают только на шаг вперед вот сегодня тебе показали приди к человеку пообщайся с ним ты пришел пообщался с человеком а мало ли может человек в этот день хотел не дай бог какое-то действие с собой совершить которому как бы окончательно привело к тому что следующего дня бы не настало то есть ты как-то бы помог человеку но уже помог не как знаете жертва и спасатель просто пришел с человеком провел время попил чая то есть кажется да вот я понял учился в медицинском колледже блин давненько видео в ютубе не записывал надо будет записать нас спрашивает что делать если там у пациента субфибрильная температура и там сразу знаете весь зал трястись начинался и этот а там вопрос ответ такой же там надо ему дать антибиотики проколоть на стационар его отвезти и до меня очередь доходит и я вот как бы сейчас ему говорю и я там тоже говорил у меня профильный предмет был это фармакология или фармацевтика мы все сформации что-то связано с этими пилюлями пилюля вот и мне говорят что будешь делать я говорю да сяду с ним поговорю пообщались по душам как просто сядешь огнуть часть прошу если у нее часть лимоном там с вареньем поедим можете нет с лимоном там с малином и вареньем поедим мы там все посмеялись погоготали думали что я опять прикалываюсь но на самом деле исцеление происходит не то что вот я целитель ты там калич ко мне приходишь я тебе там рассказываю ты постигаешь а за этого мира и все ты властелин мира на самом деле вот это каждый день вот вы себя берете вот как говорится за шкурку вот и ведете в душ принимайте контрастный душ и смотрите на себя на свои ощущения чем бы я сегодня хотел заняться и вот вы на это смотрите может быть вам бы хотелось порисовать в квартире вот кстати тоже да интересно есть же люди которые рисуют на одеждах рисуют квартирах рисуют на машинах то есть помните себя в детстве чем вот вы занимались чем любили заниматься до вот этого момента когда вы проснулись и поняли о мне надо делать деньги я в этой гонке должен всех победить эта гонка просто по кругу идет прикол вот в чем и люди изнашиваются со временем и потихоньку уходят как говорится на покой и в нее вливаются новые молодые сочные гонщики которые хотят всех обогнать но тут дело в том что ну кого гонять перед кем-то пантоваться панторезицы да все такие же как и мы все хотят счастья любви спокойствие проснуться утром знать что знаете цветочек допустим цветочек посмотреть на солнышко посмотреть покушать поспать то есть вспомните вот это детский садик я вот только что жена программу смотрели там детском садике отдыхали пять раз кушали и у меня мысли такое блин я хочу детский садик и мне жена говорит классно я хочу детский сад вот но прикольно вот такие знаете маленькие мелочи которые потихонечку будут вас выводить в плюс и вы тем самым из-за чувства любви из-за чувства поддержки себе вот в них уделите внимание вот внутрь себя не в голову там где взять денег его боже мой у меня нет там чего-то там потому что и поэтому я несчастлив а посмотрите внутрь вот что вы не доделываете что от чего вы не чувствуете удовлетворенность жизни для меня это было вот я делиться хотел я вот хотел общаться делиться но мне было страшно потому что а я сейчас что-то расскажу кто-то там тренинг курс организует станет миллионщиком и мне мама позвонит и скажет ты не умеешь дела вести надо уметь продавать обращайся ко мне вот ну шут звучит абсурдно но на самом деле внутри вот такие психоделические сценарии у каждого из нас развиваются ну я не боюсь об этом сказать потому что я люблю мастер психоделики еще тот международного класса вот неоднократно сталкивался с тем а что мне делать я же ничего по жизни не умею делать у меня же нету высшего образования шляпы такой высокой знаете там высота лба у меня недостаточно высока чтобы я был там богат счастлив у меня все для этого есть и то же самое у вас для этого все есть а что право для этого необходимо порой необходимо вот элементарно остановиться остановитесь знаете и вот то что где вы находитесь проанализируйте свое внимание и переведите его там где-то в руки кому-то действительно надо пойти работать вот кто-то сидит ищет вот надо там два-три клика я иногда тоже так делаю и заработаю 50 тысяч долларов все не буду работать там два года например на самом деле таким людям может быть необходимо пойти улицу нести знаете устроиться куда-то идут но нет у тебя ничего но иди дворником работать почему ты никуда не идешь а просто рассказываешь об этом вот если более помягче быть то вот начните с чувства любви есть чувство внимания к себе чего вам сегодняшнем дне вот хотели бы сделать чтобы вот было красиво вот просто день был классный вот я сейчас пойду воды наберу ему с женой пойдем в парк блин я босиком похожу по траве мне опять осознание инсайты придут для нового видео я с удовольствием с вами поделюсь потом на это состояние приходят люди кто-то хочет со мной по взаимодействовать кто-то встретиться кто-то у меня приобрести какие-то полезные штуки которые помогут в жизни и вот как то вот так вот и живем хочу сказать что талант он есть у каждого талант иногда называют азартом счастливо